Продолжение следует... Это мелкая тарелка. В неё кладут кашу или творожок. Это солонка. Из неё берут соль, когда нужно посолить еду. Это холодильник. В нём лежит еда. Это сковорода. У неё есть ручка. Это хлебница. В ней хранят хлеб. Это шкаф. В нём много полочек. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это салфетки. Они легко впитывают воду. Это дуршлаг. В него высыпают еду, чтобы стекла водичка. Это стул. На нём сидят. Это ведро для мусора. Туда бросают ненужные вещи. Это совок. В него собирают мусор с пола. Это поднос. Он лёгкий, с загнутыми краями. Это венчик для взбивания. Его широкую часть опускают в еду и быстро перемешивают. Это умывальник. В нём есть дырочка, чтобы туда вытекала водичка. Это мочалка. Она лёгкая и мягкая. Это кран. Из него течёт водичка. Это полотенце. Оно мягкое и хорошо вытирает воду. Это мясорубка. Она твёрдая и сделана из железа. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это тарелка. У неё есть бортики. Это нож. Ножом еду режут на маленькие кусочки. Это блюдце. На него ставят чашку. Это стакан. Из него пьют водичку или компот. Это вилка. Она твёрдая. Это половник. Им из кастрюли наливают суп или компот. Это кастрюля. У неё есть ручки. Это плита. На ней готовят еду. Это чайник. В нём греют воду. Это мыло. Если его намочить, оно становится скользким. Это ложка. Она бывает маленькой или большой. Это скалка. Скалкой раскатывают тесто для пирожков. Это стол. У него четыре ножки. Это спички. Они лежат в коробочке. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это сахарница. В ней хранят сахар. Это веник. Он сделан из прутиков, которые связаны с одного края. Это банка. Её закрывают крышкой. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и дверца. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это ведро для мусора. Оно лёгкое. Это сковорода. У неё есть ручка. Это ложка. У неё длинная ручка. Это стул. На нём сидят. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нём много полочек. Это вилка. У неё есть ручка и зубцы. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это чашка. Она может разбиться, если упадёт. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это банка. Она прозрачная. Это мясорубка. Она тяжёлая. Это плита. На ней готовят еду. Это спички. Ими зажигают печку, чтобы приготовить кушать. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это мелкая тарелка. У неё на донышке картинка. Это чайник. В нём греют воду. Это скалка. Она деревянная. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это сахарница. Она разобьётся, если упадёт. Это веник. Его делают из соломы. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это холодильник. Внутри него холодно. Это нож. Он очень острый. Им можно порезаться. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это кран. Из него течёт водичка. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и дверца. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это ведро для мусора. Оно лёгкое. Это сковорода. У неё есть ручка. Это ложка. У неё длинная ручка. Это стул. На нём сидят. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нём много полочек. Это вилка. У неё есть ручка и зубцы. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это чашка. Она может разбиться, если упадёт. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это банка. Она прозрачная. Это мясорубка. Она тяжёлая. Это плита. На ней готовят еду. Это спички. Ими зажигают печку, чтобы приготовить кушать. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это мелкая тарелка. У неё на донышке картинка. Это чайник. В нём греют воду. Это скалка. Она деревянная. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это сахарница. Она разобьётся, если упадёт. Это веник. Его делают из соломы. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это холодильник. Внутри него холодно. Это нож. Он очень острый. Им можно порезаться. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это кран. Из него течёт водичка. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и дверца. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это ведро для мусора. Оно лёгкое. Это сковорода. У неё есть ручка. Это ложка. У неё длинная ручка. Это стул. На нём сидят. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нём много полочек. Это вилка. У неё есть ручка и зубцы. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это чашка. Она может разбиться, если упадёт. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это банка. Она прозрачная. Это мясорубка. Она тяжёлая. Это плита. На ней готовят еду. Это спички. Ими зажигают печку, чтобы приготовить кушать. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это мелкая тарелка. У неё на донышке картинка. Это чайник. В нём греют воду. Это скалка. Она деревянная. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это сахарница. Она разобьётся, если упадёт. Это веник. Его делают из соломы. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это холодильник. Внутри него холодно. Это нож. Он очень острый. Им можно порезаться. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это кран. Из него течёт водичка. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и тверца. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это ведро для мусора. Оно лёгкое. Это сковорода. У неё есть ручка. Это ложка. У неё длинная ручка. Это стул. На нём сидят. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нём много полочек. Это вилка. У неё есть ручка и зубцы. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это чашка. Она может разбиться, если упадёт. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это банка. Она прозрачная. Это мясорубка. Она тяжёлая. Это плита. На ней готовят еду. Это спички. Ими зажигают печку, чтобы приготовить кушать. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это мелкая тарелка. У неё на донышке картинка. Это чайник. В нём греют воду. Это скалка. Она деревянная. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это сахарница. Она разобьётся, если упадёт. Это веник. Его делают из соломы. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это холодильник. Внутри него холодно. Это нож. Он очень острый. Им можно порезаться. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это кран. Из него течёт водичка. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и дверца. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это ведро для мусора. Оно лёгкое. Это сковорода. У неё есть ручка. Это ложка. У неё длинная ручка. Это стул. На нём сидят. Это термос. В нём носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нём много полочек. Это вилка. У неё есть ручка и зубцы. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это чашка. Она может разбиться, если упадёт. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это банка. Она прозрачная. Это мясорубка. Она тяжёлая. Это плита. На ней готовят еду. Это спички. Ими зажигают печку, чтобы приготовить кушать. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это мелкая тарелка. У неё на донышке картинка. Это чайник. В нём греют воду. Это скалка. Она деревянная. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это сахарница. Она разобьётся, если упадёт. Это веник. Его делают из соломы. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это холодильник. Внутри него холодно. Это нож. Он очень острый. Им можно порезаться. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это кран. Из него течёт водичка.